В Сирии Воздушно-космические силы России действуют по просьбе законных властей этой страны и в тесном контакте с правительственной армией. Это позволяет безошибочно наносить удары по объектам террористов. За сегодняшний день наши самолеты совершили почти 100 вылетов с авиабазы, расположенной в районе Латакии. За боевой работой авиации наблюдал наш специальный корреспондент Михаил Акинченко. Что такое операция возмездия, наглядно можно увидеть здесь, на сирийской авиабазе Хмеймим. Штурмовики и бомбардировщики буквально выстраиваются в очередь друг за другом от самой стоянки, ожидая команды на вылет. Самолеты уходят в небо группами Су-25, Су-24 и Су-34. У каждого своя боевая задача. В зависимости от размера и защищенности цели – вооружение. От сравнительно небольших осколочно-фугасных авиабомб до сверхточных ракет. Координаты объектов для нанесения ударов экипажи получают еще на земле, перед посадкой в кабину. Однако уже непосредственно перед взлетом – окончательные уточнения по радиосвязи. Оперативная обстановка меняется непрерывно. Боевики теперь стараются подолгу не задерживаться на одном месте. Тактика российской авиации тоже понемногу меняется. Вместо жестко обозначенных целей теперь многие экипажи поднимаются в небо на так называемую «свободную охоту». Вот этот Су-25 и есть как раз один из таких свободных охотников. К вылету его готовят с максимальным запасом топлива. Для чего предназначен вот этот дополнительный бак. С обратной стороны, кстати, точно такой же. Благодаря им самолет может находиться в воздухе не меньше двух с половиной часов. Такие машины должны оставаться в воздухе максимально долго. Ведь задача летчиков не просто уничтожить цель. Для начала им же ее предстоит и обнаружить. Сколько таких целей удастся найти за один вылет, заранее предсказать невозможно. Поэтому на всякий случай еще и максимально возможный боезапас. У этого штурмовика сразу шесть бомб. Больше поднять уже не получится. Летчики внимательно наблюдают с воздуха за всеми передвижениями в районах боевых действий. Информация о любых объектах террористов тут же передается в командный центр, где также обрабатываются данные из других источников. Снимки со спутников, радиоперехват и разведывательная информация, полученная с земли от сирийских военных. Согласование занимает считанные минуты. И если есть уверенность, что обнаруженная цель имеет отношение к террористическим группировкам, отдается команда на уничтожение. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160 летят слишком высоко, чтобы их можно было услышать и увидеть даже в безоблачном сирийском небе. Среди наземных целей склады, командные пункты, лагеря подготовки террористов, а также объекты инфраструктуры, запрещенных в России группировок, Джипкат Ан-Нусра и Исламское государство. Прежде всего, нефтехранилища и караваны нефтеналивных цистерн. Все, что позволяет бандитам зарабатывать деньги на покупку оружия и оплачивать вербовку новых сторонников. На авиабазу самолеты возвращаются только из расходов в весь боезапас. Короткая передышка, смена экипажа, заправка и снова на вылет. Операция возмездия продолжается. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Юлия Ходорова. Первый канал. Сирия.